В свое время я давал интервью по Курбан-Байраму красы. Там все очень четко сформулировано, поэтому мне тут что-то придумывать не нужно, просто зачитать то, что в свое время я сказал и написал. Курбан-Байрам сейчас, ну, раньше, конечно, очень дико в конце 90-х, в начале 2000-х освящался этот праздник. Где-то и сами мусульмане в этом виноваты, своей неграмотностью в словах или в делах. Но постепенно, постепенно, вроде как культурность освящения и грамота освящения данного праздника в СМИ, она повысилась за эти последние 20 лет. Так вот, вопрос первый. Как отмечают? То есть Курбан-Байрам. Хорошо. Вот сейчас месяц Зульхиджи сегодня начался. Ладно. День Арафа 10 августа в нашем сегодняшнем году будет, потому что постоянно лунный календарь по отношению к солнечному сдвигается. День Арафа особым является именно соблюдение поста, хотя он в любом случае остается дополнительным, просто очень вознаграждаемым. 11 августа в нашем случае – это первый день Курбан-Байрама. Первый праздничный день, и именно в нем 11-го будет и праздничная молитва. Вот сразу попутно говорю, Курбан, с какого момента можно резать, производить заклания жертвенного животного? Да. Только после праздничной молитвы. То есть вот раньше не получается. Опять же пока вспомнил вопрос. Вот если это бараны, ну, барашки, да, овцы, бараны, козы, с точки зрения Курбана, с какого возраста? Год и выше. Как раз на днях один человек говорит, я, говорит, у себя на родине, там, в Средней Азии, как раз туда еду, там провожу, режу. Сам он живет в Москве давно уже. Там, говорит, вообще я смотрю, за годами все маленькие, маленькие какие-то, совсем маленькие барашки и совсем, там, ну, им точно не год, он говорит, как с этим. Я думал, может быть, экономическая ситуация, или может еще что-то. Я говорю, нет, канонически, как бы это жестко, строго обозначено год и старше. То есть здесь, просто он говорит, мне, говорит, отец в свое время говорил, что должен быть год и старше, а здесь, говорит, совсем какие-то маленькие ягнета. Я говорю, нет, все правильно отец говорил, год и старше. Этот день обычно является выходным. Ну, по крайней мере, в тех странах, где большинство именно мусульмане. Люди стараются приглашать гостей, навещать близких, родных, да. То есть таких примечательных два события массовых в мусульманском календаре. Это Ураза Байрам, не так давно было, и Курбан Байрам. Кстати, словом Курбан в мусульманской традиции, как и в иудейской, именуется все то, что приближает человека к Богу. То есть Курбан – это то, что приближает. Потому что обычно и СМИ, и сами люди, опять же, воспринимают это, как зарезать барана. Какая-то в этом жестокость, кровь, еще что-то, резать, что-то режет, шею перерезать и так далее. Нужно понимать не только в мусульманской традиции, в христианской это была утерянная традиция, но в иудейской четко ясно, как бы вот это Курбан, само слово даже, оно именно имеет смысл приближения человека к Богу. То есть этот процесс заклания. Я сейчас процитирую некоторые аяты из 37 суры Священного Курана. И там четко как раз описывается, с чего началась данная важная и в иудаизме, и в христианстве, и в исламе очень важная традиция. Так вот данный праздник – это ритуальное заклание животного, подразумевающее духовное обращение к Творцу. С чем связана эта традиция? Она напрямую связана с событием, произошедшим с пророком Авраамом. Недавно подарили старшему сыну одну книгу. Интересно, он там, ну, как всем нам тоже местами в дороге где-то цитировал, интересно. Человек написал, человек сам христианской традиции. Но его мама, то есть он рос без отца. Мама его водила в разные церкви в Америке. А, нет. В ЮАР. В ЮАР он жил, родился и жил. В такую церковь, в другую церковь, в третью церковь. И он описывает, где какие там традиции, где что. И он в том числе говорит. Странно говорит, люди не понимают, что Иисус был евреем. Ну, вы же знаете, да, об этом? Что Иисус был евреем, правильно? Он так интересно, этот парень излагает все. То есть он с годами умен, все. И он говорит, вот там, однажды я выпил целую бутылку крови. То есть нам давали виноградный сок. А мне, как чернокожему. А он смесь. Белый с черным. Поэтому там были свои лет тридцать назад законы. Или двадцать, по-моему, даже лет назад. А, даже двадцать лет назад. То есть все отдельно в ЮАР там. Ну, чернокожие. Все отдельно. Ладно. Ему даже не давали. В церковь они приходили. Ему не давали даже попить кровь Иисуса. Ну, так называемый сок. И я, говорит, однажды просто зашел за алтарь, выпил целую бутылку этой крови, говорит, Иисуса виноградного сока. Съел там еще чего-то. Крекеров столько-то. А крекеры там тоже. Это что-то там плоть, по-моему, Иисуса, что ли, называли они. Ну, интересный такой подход. То есть по-своему такую трансформацию, насколько все это трансформируется, трансформируется, трансформируется. Хотя, по сути дела, пред Богом хоть ты черный, хоть ты желтый, хоть зеленый, хоть белый. Какая разница? То есть все пред Богом равны люди. А здесь он, как раз, в некоторые моменты вскрывает, насколько в разных церквях относились по-разному, в зависимости от твоего цвета кожи. И все вроде как под предлогом того же самого Иисуса. Хотя, он говорит, Иисус же был еврей. Но все началось с Авраама. Да. И евреи, и арабы. Ну, Моисей тоже, знаете, какой национальности был. Ну, точно. Да. То есть и Иисус, и Моисей евреи по-национальности. По сути дела, после Авраама основная часть пророков и посланников Божьих были по национальности евреи. Но вот один заключительный Божий посланник, именно пророк Мухаммад . Он по национальности, да, араб. Это какого-то особого значения не имеет, какой-то национальности. Но все же, да. Часто упоминаемые иудеи в Коране. Так вот эта традиция напрямую связана с событием, произошедшим с пророком Авраамом. Божественным откровением ему было велено принести в жертву своего сына Исмаила, который родился у Авраама, когда Аврааму было сколько лет? Ну, мы с вами из года в год это повторяем. Сколько лет было Аврааму? 86. Здесь давайте я вам эти аяты процитирую. Довольно интересно описывается это событие в Коране. Это тридцать седьмая сура, начиная с девяносто девятого аята. С девяносто девятого здесь фрагмент из жизни Авраама, когда ему шестнадцать лет. Здесь в тафсирах упоминается. Это девяносто девятый аят. На сотом и сто первом будет резкий переход. И сто втором. Разница. Девяносто девятый, потом сами посмотрите. Тридцать седьмая сура, девяносто девятый аят. Сотый аят. Такой легкий как бы переход, он здесь не по времени. Сто первый. Молитва Авраама. И сто второй. Буквально коротенький. Сотый аят, сто первый аят, совсем коротенькие. И сто второй сразу переход на плюс семьдесят лет. Если в девяносто девятом описывается Авраам, когда ему было шестнадцать лет, говорится, в тафсирах. В Коране это не говорится. В тафсирах, в пояснениях. То сто второй аят, это когда Аврааму уже восемьдесят шесть лет. Шестнадцать и восемьдесят шесть, какая разница? Семьдесят лет. Представьте, а здесь между ними всего два коротеньких аята. Девяносто девятый аят, он завершает ту историю, когда Авраама бросают на катапульте в огромное пламя. У них это все не получается. То есть он выходит оттуда целым и невредимым. И потом уже, не сгорев в этом пламени. В Коране это в других аятах говорится . То есть Всевышний повелевает пламени стать холодным и безопасным для Авраама. Поэтому Авраам оттуда благополучно выходит из этого громадного пламени, разожженного для него. И вот здесь, как раз девяносто девятый аят, слова, которые он говорит. Ну, выйди уже. . Он сказал, я поистине ухожу к Господу моему, покидаю вас. . Он наставит меня на верный путь. Здесь в квадратных скобках я поясняю. Дабы дошел я, говорит Авраам, до тех мест, где смогу продолжить свою миссию. Он покажет мне дорогу по жизни. Вот тогда Авраама было в тафсирах, говорится, 16 лет. Сотый аят. Здесь молитва коротенькая Авраама . . Вот как раз эта дуа, то есть у людей, если… Есть отдельный материал, да, в книге «Моя семья и ислам» по поводу бездетности. По-моему, называется «Бездетности предопределения». У Авраама до 86 лет не было детей. И вот как раз его молитва, она упоминается в сотом аяте. В 37 суре. Сотый аят. . Господи, даруй мне из числа благочестивых. Ну, может быть, можно сказать, даруй мне благочестивого, доброго, хорошего. . Ну, в квадратных здесь ставлю сына или детей. Он это проговорил в тафсирах, говорится, когда уже дошел до святых мест. То есть он вышел от всего народа. И когда дошел до святых мест, Авраам взмолился в тафсирах, говорится. И вот его молитва. . Господи, даруй мне благочестивого, можно перевести, доброго, хорошего, сына, детей, подразумевается. Вот эту коротенькую молитву, по сути, когда у людей проблемы с беременностью и так далее. Вот это вот 37 сура, сотый аят. Очень четкая, конкретная, короткая молитва Авраама. И, ну, в общем-то, в итоге рано или поздно, но давшая результат. 101 аят. . . Вот здесь уже идет сразу. То есть если там он дуа прочитал, сотом аяте, то в 101 уже идет . Всевышний Творец, местоимение «мы» указывает на свое величие. Говорит, мы его обрадовали . То есть рождением подразумевается, в квадратных скобках я поставил. Халим, то есть терпеливого, можно пояснить, в квадратных скобках поясняю, благоразумного, последовательного в своих действиях сына. . То есть имеется в виду Исмаил. И вот, как раз говорится, на момент рождения первого сына Исмаила Аврааму было 86 лет. Это в Тафсирах, как говорится, не в Коране. Здесь нету, но основное в Тафсирах, как раз, если в 99 аяте в Тафсирах говорится, что уходя, то есть он говорит . То есть я надеюсь, что Всевышний . То есть я отправляюсь к Господу своему, надеюсь, он меня наставит на верный путь. И в Тафсирах говорится, дабы дошел я до тех мест, где смогу продолжать свою миссию. То есть он покажет мне дорогу по жизни. И вот это в квадратных скобках я поясняю с учетом Тафсиров. И с учетом Тафсиров, опять же, в квадратных скобках, я ставлю в сотом аяте вначале. Дойдя до святых мест, Авраам взмолился. То есть, возможно, если брать по контексту, то есть, когда он дошел уже до святых мест, то он именно там прочитал такую молитву, тем самым заложив фундамент, чтобы у него были дети. А когда именно – нет, неизвестно. И вот . . И мы обрадовали его как раз терпеливым сыном. . Частица в арабском языке, она дает последовательность. Там не через какое-то время. Если была частица , то она через какое-то время. . Она как бы дает последовательность. Одно за другим. Но не факт. То есть, как я сказал здесь, в нескольких аятах упакованы там 70 лет. И вот эта , дающая последовательность, да, сначала была молитва, а потом была беременность и рождение сына. Но насколько большой между самой молитвой и фактом уже беременности промежуток, неизвестно. 102 аят. . Здесь уже опять же резкий переход. Если там в 101. В других аятах, в других сурах поясняется, как, что, чего там. Ангелы пришли, объявили там и так далее, что у тебя будет сын. Здесь это все не уточняется. Здесь немножко акцент на другую историю, фрагмент из жизни Авраама. И в 101, если аяте говорится, мы его обрадовали рождением терпеливого сына, то 102 аят . Сразу, опять же, переход на тот момент, когда уже ребенок повозрослел, если там он в 101 радостная весть о том, что он родится, то есть супруга забеременеет, то 102 аят уже идет . Опять же стоит частица, она дает последовательность. Но по времени, если там обрадовали о беременности, то здесь уже ребенок-подросток, который помогает своему отцу. Хотя соединение идет опять же частичкой , которая дает последовательность. Вот говорится, когда он уже достиг определенной зрелости, уже помогал своему отцу. Отец . . Здесь уже подлиннее, но здесь в этом 102 аяте уже объясняется как бы сама суть вот этого важного события, от которого как раз и пошла традиция заклания жертвенного животного. Ну, во-первых, я бы здесь сделал акцент на то, как обращаются друг к другу отец и сын. Сын и отец. Знаете, как они обращаются? Да. Вот этот момент тоже очень важный. Периодически отвечая на вопрос людей, я отмечаю для себя то, что родители, они так как бы… Да. С одной стороны, некоторые родители балуют своих детей, слишком опекают. Но некоторые родители, наоборот, слишком строго, жестко. То есть ты мне всем должен. То есть матери, особенно матери-одиночки, вырастившие детей, своих особенно сыновей. То есть, что все, ты мне по жизни должен. То есть некая как собственность относится к детям. То есть даже кто-то спросил о том, что в раю, если человек окажется, как он там увидит своих родных, близких. Они все люди одного возраста. То есть человек не догоняет совсем. Что не догоняет? Человек говорит, вот в раю, если даст Бог иншаллах, люди окажутся родственники. Сын, внук, мама, папа, дедушка. Вот они окажутся. А они все одного возраста там будут в раю. А как это? Суть не в этом. Суть в том, что когда мы здесь, у нас есть определенная ответственность и обязанность. И сын или дочь нам не должны. Они не наши, ни рабы, ни подчиненные, ни слуги. Родители должны понимать, что на них какая-то ответственность. Не только родить, воспитать ребенка, дать ему самостоятельность, опять же, не деньгами, а образованием, стрессоустойчивостью, духовностью, религиозностью и так далее. Это ответственность, это каждодневный труд 10, 20, 25 лет минимум. Это ответственность. И человек не имеет права потом говорить своему сыну или дочери, ты мне должен по жизни. Уважение к родителям – это другая часть вопроса. Другая часть. Ребенок, да, он уважает родителей, плохо к ним не относится. Даже если они наркоманы, алкоголики и так далее, все равно. Как родителям он их уважает. Но за очередной дозой наркотиков, на свае или водке, он не побежит в магазин или куда-нибудь на улицу. Не получится. Да, здесь уже как бы слушаться родителей не получится. И вот интересно то, что они на равных. То есть это даже культура в этом 102 аяте. Отношения друг к другу на равных. То есть если и родители уважают своих детей, и дети уважают своих родителей. Уважительные отношения. Потому что судно – это их просто часть земного экзамена. Быть родителем, быть ребенком, быть каким-то руководителем, быть подчиненным, быть еще кем-то. Это просто часть жизненного экзамена. Вот и все. Часть. А уже после судного дня в райской обители, абсолютно, этих обязанностей и ответственностей просто нет. Папа, мама, бабушка, дедушка, сын, внук, правнук. Этого просто нет. Это только здесь, на земле, в земной жизни эти ответственности и обязанности присутствуют. И за ответствующий спрос, потом, за выполнение этих ответственностей и обязанностей в судный день. Представьте себе, в 86 у него родился сын. То есть прибавьте там еще, ну, например, говорится, что второй сын в 99 в Тафсирах, то есть считайте, ему здесь было 97-98. То есть получается там ребенка 11-12 лет уже начал помогать отцу пожилому. Которому уже там 97-98 лет. А этому 11. Ну, другой бы сказал, слышь там, ты давай туда, слышь, сюда там. Ну, то есть… У нас же часто бывает, что люди такие важные становятся. Кто-то в 40 лет уже такой суперважный, кто-то в 60. Авраам даже в свои 97 лет, если не пахнет того, что я тут такой великий там пророк и мне уже 97 лет. Так, ну-ка иди, пацан, иди сюда. Иди туда. Вот ты сейчас будешь вот это делать, потом будешь вот это делать. Здесь даже, когда говорят пророки и обращаются к своим детям, вы ни в одном аяте такой тональности не встретите. Даже с учетом разницы в возрасте почти ста лет. Разница в возрасте громадная между Авраамом и его сыном. И Авраам к маленькому еще, по сути, но уже помогающему по хозяйству, потому что идет. То есть сын уже помогал по хозяйству. И для пожилого человека там 97 лет это была хорошая поддержка, важная поддержка. Авраам говорит сыну – сыночек. И вот даже посмотрите, если 31 сура 16, там Лукман говорит сыну тоже – сыночек. Так вот Авраам здесь в втором аяте – сыночек. То есть уважительный. . Я видел во сне то, что я приношу тебя в жертву. Произвожу заклание. Да, то есть приношу тебя в жертву Всевышнему. . Что ты думаешь по этому поводу? Опять же здесь нет подхода. То есть понятно, это уже вообще не актуально, это был целый такой отдельный процесс в истории человечества. Но вот взаимоотношения, да, то есть несмотря на то, что он, как пророк, получает божественное такое откровение через сон. А сон – это часть божественного откровения для пророков. Так вот, несмотря на это его тональность опять же. . Что ты на этот счет думаешь? Спрашивает. То есть не говорит, ты обязан. Что ты по этому поводу думаешь? . И ребенок тоже говорит, вот одиннадцати, двенадцати лет. . Папочка. Обращение. С мамочком. Папочка. Да? Мамуля. Папуля. . Папочка. . Делай то, что тебе велено. Делай то, что тебе велено. . . Ну, иншаллах, если будет на это воля Всевышнего, ты найдешь меня терпеливым. То есть я с терпением отнесусь к этому, то есть спокойно отнесусь к этому. Ну, здесь дальше идет 103, 104, 105 аяты. Они кратенько повествуют все эти нюансы. . 103. . Это 104. . . Это уже 105. Здесь, конечно, когда тельные, часто сегодня в том числе и психологи говорят. В основном, конечно, это из богословия пришло. Когда происходит какая-то проблема, сложная ситуация, нужно что сделать? В первую очередь согласиться с нею, принять ее. То есть если мы не будем соглашаться с нею, принимать ее, этот конфликт. То есть мы ничего от этого не выиграем. Мы психологически, возможно, физически, финансово только начнем все это разрушать. Здесь как раз идет . То есть они оба согласились с ситуацией. . Оба. Здесь в двойственном числе. В арабском языке есть двойственное. В русском нет, в арабском есть. Когда они оба согласились с ситуацией. . Все уже как бы было приготовлено. . Всевышний говорит, мы обратились издалека к Аврааму и сказали . Ты подтвердил свой сон. . И таким образом мы воздаем тем, кто мухсин. Ну, мухсин – это совершающий добро, благодеяние, делающий свое дело превосходно, отлично. Это все вот . В 106 аяте здесь же подчеркивается . Поистине это является очевидным испытанием. То есть это явным, таким очевидным было для Авраама испытанием. Ну, потому что у человека всю жизнь не было детей. Да? До 86 лет. И тут ребенок только начал ему помогать по дому, по хозяйству. Ему уже пожилому человеку в 97 лет примерно. Начал ребенок уже помогать. И здесь, ба-бах, такая ситуация, что нужно ребенка принести в жертву Богу. Здесь, конечно, все это, во-первых, дано в такой, как бы, это событие в такой ярко преувеличенной форме, которое потом уже странсформировалось в то, что здесь как раз идет в 107 аяте. . Мы, говорит Всевышний, . То есть вы купили его, твоего сына, великим . Поясняю по своему смыслу и значению. . Жертвоприношение. Ну, и здесь пояснение в квадратных скобках. Которым стал барашек, появившийся словно из ниоткуда, рядом с отцом и сыном. Ну, и здесь уже подробно поясняется, что к чему, как в сноске. То есть произошла эта замена и тем самым было показано, что категорически не нужно приносить людей в жертву. И когда я сегодня утром прочитывал это, в том числе, провел параллель. Потому что, как я говорю, к сожалению, в современных реалиях очень много людей, которые психически нездоровы. То есть есть разные формы каких-то психических отклонений. Где-то обычно врачи это все заглушают просто таблетками. И вот на религиозной почве, если учае какое-то психическое отклонение, то есть нужно понимать, что этот аят и сам Курбан Байрам. То есть он четко показывает, что категорически никакой человеческой жертвенностью ты ко Всевышнему не приблизишься. Есть уже другой аят. . Например. Не помогайте друг другу в грехе и в вражде. То есть, ну, это в разных аятах, в разных хадисах о том, что грех, он ни под каким предлогом не оправдываем. А тем более преступление или посягательство на чью-то жизнь. Поэтому здесь этот нюанс тоже, но, к сожалению, бывают люди, которые с головой не в порядке и для них начинается вот это, даже, по-моему, в свое время какой-то был по христианской тематике. Не помню, фильм даже специально его тогда где-то в рекомендациях поставил. О том, что человек объявил себя там посланником или чем-то. Какой-то известный фильм был голливудский. Да, что-то там. И просто, ну, то есть он так очень грамотно убивал людей. То есть у него просто психика ему внушала, что вот в нем дьявол, убей его. И он убивает человека. И вот в нем дьявол, там, убей его. Он убивает. Не помню, какой фильм. Известный фильм. Но просто там еще хорошо, что, али-хамбулля, не мусульманской тематики. Уж нам и так хватает с этим терроризмом. Там на основе христианской тематики. Но просто ярко показано, что, к сожалению, и дьявол, и нездоровая психика состояние человека используют даже для очень пагубных преступлений. Таких, как убийства. Четко ясно, то есть жертва сыном была заменена жертвенным животным. Аврааму было даровано благополучное рождение второго сына. То есть после того события родился второй Исаак. И тогда, в Тафсирах говорится, Аврааму было девяносто девять лет, когда родился второй сын. Тоже интересно. То есть до восьмидесяти шести. У нас же там, у людей, если два года беременность не получается, три года, у людей такая паника начинается. Я просто, как имам, за последние двадцать два года сколько раз с этими ситуациями сталкивался. Но в основном паника почему начинается, знаете. Родственники и родители начинают давить, особенно на мужа. Что вот быстрей пусть рожает, что такое, что у него там со здоровьем и так далее, и так далее. Ну, хотя, по сути дела, в первую очередь нужно, если у мужа какие-то были истории до этого, похождения, то ему надо в первую очередь себя проверить, да, капитально. Потому что есть разные венерические заболевания, передающиеся половым путем, которые потом препятствуют беременности. Если у человека был какой-то опыт до женитьбы, к сожалению, это сейчас очень такая проблема. Это как, я вам, по-моему, не говорил. Одна женщина говорит, я сама гинеколог или не гинеколог, кто-то. Ну, короче, по вот этим. В том числе венерические все эти заболевания. Она говорит, я просто знаю всю эту тематику, насколько сегодня, то есть миллионы. Я вам, по-моему, упоминал статистику. Просто там недавно писалось. Летом особенно венерические заболевания, то есть люди, которые болеют, это еще те, которые обращаются к врачам, исчисляются миллионами людей в мире. Именно в летний период заболевают венерическими заболеваниями. И она говорит, я вот сейчас собираюсь замуж, но хочу попросить. То есть я ей сама справку предоставлю, чтобы жених предоставил справку, что у него венерических заболеваний нет. Но мне, говорит, все против, мои родители против, все против. Она говорит, а если, говорит, у нее какое-то заболевание. И получится, что потом я из-за него не смогу родить. Ну, а это же передается дальше и все. Люди, к сожалению, об этом не думают. У Авраама вот это состояние внутреннего спокойствия. Авраам – это такой живой пример, когда 16 лет и 86 лет. 70 лет. И женат был и все. Но детей нет ни один год, ни два года, ни пять лет. А очень большое количество лет, я не знаю, сколько всего, не написано в каком возрасте он женился. Но очень много лет, десятилетия детей нет. И все равно никак не терял чего. Да. То есть вопрос вот этой надежды, верить именно в точке практики веры. Не говорить, что так Всевышний пожелал. В данном случае, пока ты жив, в любом случае, все может быть. К сожалению, вот этот момент того, когда люди на второй, третий год отчаиваются и в панике начинают какие-то непонятные лекарства пить. Это основное, что бьет по возможности благополучно забеременеть. А вот Авраам спокойное, душевное такое спокойное состояние и благая молитва, которую мы с вами процитировали в сотом аяте 37 суры. . И прямо идет . И мы обрадовали его. Да, да, да. Его же жена, с которой он прожил всю свою жизнь от той же пожилой женщины, да. То есть его же жена, это уже подробно в других аятах описывается, что его и жена пожилая была, и муж. В чем гуманистический смысл? Это важное предложение здесь. Этим, то есть процесс заклания жертвенного животного. Сейчас же тоже всякие вот эти темы начинаются там. Мясо не есть, животных не резать. Мясо не есть, животных не резать. Там жестокость и так далее. Ну, послушайте. Можете есть, можете не есть, да. Но животные . То есть они подчинены, и в Коране говорится, и вообще подчинены на службу людям. В любом случае и лошади, и коровы, и козы. То есть это и молоко, где-то по хозяйству помогают. То есть самые разные ситуации. Они просто, как и вся эта природа. Все, что на этой земле есть. И море, и вода, и полезные ископаемые, и воздух. Все, по сути дела, на благо человека. Здесь то же самое. Но, если посетить обычную скотобойню и сравнить с тем процессом заклания, которое в исламе, то, конечно же, это небо и земля. То есть в исламе это все очень даже щадяще для животных. И вот как раз здесь в чем гуманистический смысл. Этим Всевышний показал, чтобы стать ближе к Богу, людская жертва не требуется. То есть вот этой истории Авраама, которая подробно описана в 37-й суре Священного Корана, Всевышний четко показывает. Людская жертва не требуется, дабы стать ближе ко Всевышнему. А животный мир на покорной службе у людей, что подразумевает и использование его по назначению и опеку и охрану окружающей среды. Далее здесь идет, какие ритуалы необходимо провести. От одной семьи сколько нужно барашков? Один курман. То есть просто недавно один человек говорит, вот в одной сельской мечети имам, но он как бы еще учится в возрасте уже, решил как бы получить богословское образование, это хорошо. Искренне все. Но вот в данном случае, конечно, он сказал, нужно с каждого члена семьи. Ну и там сельская мечеть, народ сразу напрягся. Как? Ну, во-первых, уже знают вообще. Ну, может он просто ошибся, конечно. Ну и представьте, там с каждого члена семьи в селе. Одному курбану. Сейчас уже народ, большинство даже корову-то не держит, потому что очень хлопотно. От одной семьи. Ну, а как определить семью? Что один курбан. Как это определить? Бюджет. Бюджет. Например, даст Бог иншалла, мои дети вырастут. Там шестеро детей. У каждого своя семья. Это что, мы все должны один курбан, что ли, резать? Нет. У них свой бюджет. У моих родителей. В данном случае отец умер, мама. У нее свой бюджет. Бюджет. Свой бюджет. Все. У меня свой бюджет. Поэтому здесь бюджет. Не то, чтобы жена зарабатывает и муж зарабатывает. Нет. Одна семья – это один бюджет. Поэтому с этой точки зрения все довольно четко и строго. Да, соглашусь. Человек, если хочет, он может сделать и больше. Я как раз вчера говорил, как объявлял фонд закет, сегодня тоже на площади они будут. То есть я уже последние годы всегда через фонд закет. Иногда столько курбана, иногда столько. Ну, в этом году по разным причинам я сказал, вот я только два курбана. То есть от своей семьи. В прошлом, по-моему, году побольше было. Ну, неважно. То есть, по сути дела, оптимум и обязательный причем, ну, на уровне суннамуаке, да, или ваджиба, как ученые говорят. Но один курбан. И если хотите больше, да не вопрос, да хоть сто курбанов. Какая разница? То есть, если вы хотите там, ну, там у фонда закет есть разные программы для разных нуждающихся они будут раздавать. То есть я даже это мясо себе не забираю все последние годы. То есть, чтобы они все сто процентов раздали там малые мощи. Очень удобно. Очень хорошо. То есть от твоего имени режут и раздают тем, кто на самом деле нуждается. В течение какого времени вы можете произвести заклание? Да. То есть праздничных, сколько дней длится праздник? Четыре. Если у нас Ураза Байрам, это люди очень часто путают. Путают государственные праздники с каноническими праздниками. Даже если в той или иной стране, там, в Средней Азии, например, на Ураза Байрам сделали четыре дня праздника, это неважно. Канонический праздник только один день и в этот день нельзя соблюдать пост. А вот в Курбан канонический. Четыре дня. Это канонический. Да хоть там восемь дней или неделю сделают выходным в той или иной стране. Абсолютно неважно. Или вообще выходного не будет. Четыре дня канонический. То есть в эти четыре дня что? Нельзя соблюдать пост. Вот до этих четырех дней у нас какой день? День Арафа. В нашем сегодняшнем году это 10 августа. Вот там, как дополнительный пост, но очень вознаграждаемый, это выделено. Или вот эти девять дней месяца Зуль-Хаджа, пожалуйста, можете тоже соблюдать пост, как дополнительный, как одна из форм благодеяния. Пожалуйста. Но четыре праздничных дня, в нашем случае в этом году это 11 августа, 12 августа, 13 августа, 14 августа. В эти дни соблюдать пост просто запрещено. Канонически запрещено. Четыре дня праздничных. Хорошо. А вот теперь, когда заклание жертвы на животного. В первый день или во второй, или как. То есть мы сказали, праздничная молитва, вот ее совершили, с этого момента уже начинается процесс этого заклания. Но до какого дня? До захода солнца третьего дня. Это говорят богословы Ханафиты. В шафинском асхабе до захода солнца четвертого дня. Но у всех ученых приоритетным является первый день. Это вот такой тоже канонический нюанс. А, ну вот это тоже напомню. Чисто из года в год забываем даже иногда. Я сам тоже забываю. Но это дополнительно, это ничего не нарушает. Во время праздника Курбан Байрам является желательным сунна. Возвеличивание, восхваление Всевышнего на протяжении всех четырех праздничных дней после каждой обязательной молитвы намаза. Особенно, если верующие совершают очередную молитву намаз сообща, верующие. Первым намазом, после которого произносятся такбиры праздничные. Первый намаз – это какой? Да. Нет. Это день Арафа. Фаджр. Да. За день. То есть день Арафа у нас с вами получится 10 августа. В день Арафа с фаджра, начиная с утреннего намаза, проговаривайте. Пожалуйста, можете раз проговорить, можете три проговорить, неважно. Хотите там помедитируйте и десять раз проговаривайте, не вопрос. Но главное, хотя бы один раз проговорить. Имам очень часто может ошибаться. Учтите, то есть имам, у него, кто имамом вставал, знает. У него очень такое особое состояние намаза. Очень непростое. Это как однажды, тогда еще только соборная только была. Ну, один парень только научился намаз читать, просто пришел уже после. Кстати, опять же интересно, один, возможно, кто-то из вас тоже это слышал, ошибочное. В хадисе говорится, сразу два джамаата в мечети не совершаются. Это есть. Но это нужно как подразумевать? Вот в зале одни джамаата, ну, то есть намаз завершили. Одни встали, джамаатом совершают. И другие где-то встали джамаатом. Ну, может быть, эти там с такими штанов, длина штанов такая-то, у тех, может, длина штанов другая. Но бывает иногда. В некоторых мечетях, ну, по крайней мере, в начале двухтысячных было. Мы за этим намаз не читаем, мы за тем намаз не читаем. Этот кяфир, этот мушрик. То есть, ну, такие маленькие, я их называю маленькими божочками. То есть люди, которые считают себя богами. Они сразу ярлык вешают. Вот это вот такое. Меня сколько раз обзывали там кяфиром и так далее, что за мной намаз нельзя читать. Тоже такие бывали. И у них какие-то свои там критерии. Они потом, хоп, да, вот за этим. Суть. Но изначально, с точки зрения сунны, в одной мечети два джамаата не совершаются. Но иногда не понимают люди. Одновременно. Потому что вот тут у меня как раз дети просто зашли в одну из мечетей. Они не успели. И решили джамаатом встать. И местный имам им говорит, нельзя. Ну, просто какой-то имам в какой-то мечети где-то. Он говорит, нельзя, потому что мы джамаатом уже прочитали. И говорит, потому что если в мечети джамаатом прочитали, все, уже этот намаз джамаатом нельзя читать. То есть он просто не знает. Ну, неграмотный. То, что говорится в хадисе, имеется в виду одновременно два джамаата. Здесь джамаат в одном углу мечети и в другом углу мечети. Другой джамаат. Это нельзя. Категорически. Есть там, я не знаю, что-то, чего-то, но подожди тогда, пока не дочитают. Мало ли там. А вот если ты пришел, да, на джамаат ты не успел. Не вопрос. И комат проговариваешь. Сам ли читаешь, с другими ли читаешь. Пожалуйста, сколько хочешь. До следующего намаза постоянно джамааты читаются. Это абсолютно нормально. Так что этот момент тоже надо учитывать. Нет. У праздничного када нету. Мы не препятствуем ничего. Люди пусть как бы. Но говорим, что приходите вовремя, вместе со всеми читайте. Там такого нет. Ну и опять же мы сейчас говорим не про када. Када тоже можно отдельно джамаатом. Мы говорим, когда человек не успел на общий джамаат. Значит, здесь у нас что? Имам. А, я к чему вспомнил. Однажды один просто обычный парень. И за ним один присоединился, другой присоединился, третий присоединился. И когда за вами люди читают, это совсем другое состояние. И когда он ушел на СЕЧД, видит, что за ним уже народ там целый ряд стоит. Что он сделал? Он встал и убежал. А они так СЕЧД и остались. То есть, например, я дома разные аяты и суры читаю. В таком спокойном состоянии находишься. Но когда за тобой большой джамаат, это такое психологическое напряжение. Даже если ты хорошо тот или иной аят или суру знаешь, ты все равно можешь сбиться из-за этого психологического напряжения. Поэтому обычно какие-то конкретные, которые я просто железобетоном всю жизнь читаю, я их прочитываю, чтобы никак не… Там у имама свое определенное состояние, очень сложное. И это к чему? Прочитав намаз, очень часто имам может забыть эти праздничные тагбиры. Поэтому там ничего такого особенного. Вы его не исправляете, просто начинаете говорить Аллаху айкбар, Аллаху айкбар и он тоже вспоминает. И все. Поэтому, если хотя бы один джамаат вспомнил, надо этот тагбир праздничный. Значит, мы праздничный тагбир и начинаем с фаджр, день Арафа, в нашем случае 10 августа. Значит, и до какого дня? Да, всего двадцать три намаза, двадцать три намаза. Всего двадцать три намаза. Ну, считайте сами. Вот буквально, когда я поднимался, человек у меня спрашивает. Можно ли, вот я, говорит, обычно курбан делаю от себя, от мамы, отец уже умер и от отца. Он же умер. Отдельно курбан делаю. Как можно, так или нельзя? Я даже специально этот момент сфотографировал. То есть суть какой нюанс? Ну, например, здесь вопрос еще в свое время, здесь двести девяносто девятая страница, у кого есть все о мусульманском посте, курбан байраме, в этой книге здесь тоже этот вопрос. То есть люди, например, режут корову на семь семей, но одна из семи долей считают покойного того или иного. Как быть? Здесь ответ – богословы ханафиты говорят о допустимости подобного. То есть это допустимо. То есть можно. То есть в прямом хадисе на этот счет нету, поэтому и разные мнения богословов ханафиты говорят допустимо. В случае, если жертвоприношение совершают дети покойного, вероятность пользы для него максимальна. Если это делают друзья или родные покойного, которые считают его седьмым, то также не исключено зачисление вознаграждения в его пользу в вечности. Богословы шафииты считают совершение жертвоприношения от имени умершего шафииты, говорят, что это невозможно. Кроме случая, когда тот попросил об этом в своем завещании. Это не шииты, а шафииты. Ну, в основном тюрки. Тюркоязычные они ханафиты, а вот Кавказ частично арабский мир шафииты. То есть вот на этот счет тоже, так как прямого хадиса нет. Но подробно, конечно, там та же самая моя книга, там 400 страниц о смерти и вечности. Там очень подробный материал, какие благие дела можно делать от имени умершего, какие нельзя. То есть там подробные богословские материалы, ну и вообще по всей этой тематике. Здесь какой еще интересный нюанс. Часто люди спрашивают, можно ли выплатить сумму курбана. Ну, то есть деньгами. Ну, деньгами в смысле не то, что вы передали в благотворительный фонд, а не от вашего имени зарезали. Нет. А просто взять там садака. Нет. Так нельзя. Исключением могут быть есть мнения, но по сути дела так нельзя. То есть потому, что сама традиция, она должна оставаться, ну, то есть она еще идет там сколько-то тысячи, тысячи, многие тысячи лет. Со времен Авраама на этапе христианства потеряно-затеряно, на этапе Ислама опять восстановлено. То есть это очень важная традиция. Поэтому здесь, ну, здесь какой нюанс один есть, одно из мнений ученых. Раздача, зачитаю вам. Ну, здесь, например, в оригинале. . То есть, по сути дела, никто не скажет о том, что от семьи, от семейного бюджета можно просто деньгами садака сделать. Так никто не скажет. Должно быть заклание жертвенного животного. Но, если от имени умершего, мы сказали же, можно включить его. Можно от него курбан сделать, от имени умершего. Вот если, здесь одно из мнений интересных. Если это в той стране, где мяса очень много и люди собираются от имени умершего сделать закат, то в этом случае можно передать деньгами. От имени умершего только. Можно передать деньгами. Возможно, это будет более актуально, здесь дальше идет, для нуждающихся семей. Но это именно, когда в случае от умершего такой вариант возможен, когда избыток, например, мяса в том или ином регионе, именно мясо курбан. Фонд закат или любой другой фонд, они производят заклание животного. То есть здесь говорится о том, что просто деньги дать. Ну, кому-то нуждающимся. Живой человек от своей семьи, семейного бюджета не делает так, не имеет права так делать, просто там деньгами дать. Нет. Он ищет, сам режет, какую-то там с поселок в деревню отправляет, благотворительный фонд, а они уже в деревне, или в поселке, или где-то в бедном регионе, или благотворительный фонд, они записывают ваше имя и отчество. Они от вашего имени режут курбан и раздают там малоимущим, а вы уже как хотите. Например, я говорю, что мне даже не нужно ничего возвращать. Некоторые те, кто в местном, то есть у них есть программы международные, а есть другие страны или регионы отправляют. Там они вам не смогут оттуда кусок мяса привезти, да. А московские, тоже есть у них программа, там есть малоимущие, инвалиды и так далее. Здесь вы можете сказать, вот там треть я хотел бы забрать. По-моему, даже сейчас две трети можете забрать. Они просто за вас находят тех, кто нуждается и производят этот ритуал.